По традиции, возле театра драмы на площади собираются самые преданные зрители. В вечер пятницы все они в ожидании открытия юбилейного 40-го театрального сезона. После долгого перерыва с премьеры «Три мушкетера» на сцене театра драмы выступят артисты театра юного зрителя. Все то, что было на замке почти шесть месяцев, наконец стало доступно. Культурные мероприятия набирают оборот. Конечно, долго очень уже соскучились по представлениям. Нам очень хочется побыть в театре, воздухом этим, таким театральным подышать. Мы очень рады, что наконец-то, наконец-то мы можем опять вести такой же образ жизни, как нам нравится. Прекрасное настроение, очень рады, что наконец-то все открылось, начался театральный сезон. Ждали с нетерпением нашего открытия театра, сезона. И тем более, что мы сами являемся руководителем театрального коллектива, только детских. Вот она кукольного, а я театрального коллектива. Мне очень хочется посмотреть. Я так давно в театре не была, просто я стасковалась. На входе теперь не только проверка билетов, но и измерение температуры. Долгожданный сороковой театральный сезон, несмотря на ограничения, официально стартовал. Конечно, актеры более ярко выразят свое желание показать свой талант и свое умение перед зрителями, чем я. Но я знаю с их рассказов. Они безумно скучают по живому общению со зрителем. По живым глазам, эмоциям, аплодисментам, реакциям. На главной театральной сцене региона постановка «Три мушкетера» Максима Дунаевского. Характер и мотивы романтического средневековья теперь и на сцене. Феерическая игра артистов ТЮЗа. У меня есть запас терзости, остроумия и находчивости, с помощью которого я собираюсь в Париже добиться большего, чем самый богатый дворянин. Жизнь, сударь, проходит, а я уже в таком возрасте, что хочешь не хочешь, а надо, чтобы тебя уважали. Передать атмосферу эпохи, подобрать костюмы, обучить сложнейшим хореографическим элементам и вокалу. То, что на сцене – целая школа. Над театральной постановкой с нашими артистами трудился московский режиссер. «Учились петь, танцевать, фехтовать. На сегодняшний день делают это прекрасно. И я думаю, что они могут даже уже и претендовать на некоторые кастинги в Москве. Они занимались фехтованием, там подвы, там парами и так далее. Потом учились дома, учили музыкальный материал, вокальные партии свои, все, что необходимо для музыку». Свист рассекающих шпак на протяжении всего спектакля сменялся музыкальными постановками. Музикал – сложнейшие сольные и дуэтные партии. Главная изюминка всего действия. Параб-параб, порадуемся нас в своем леку, красавице и пуп-пуп, счастливому плеку. 40 лет существования Брянского тюза – это не только десятки самых разных постановок, но и творческий коллектив актеров, режиссеров, сценаристов и костюмеров. В день открытия театрального сезона состоялось награждение лучшей в профессии. За 40 лет наш театр поставил около 150 спектаклей. Посмотрела около 2 миллионов. Сейчас у нас в репертуаре 56 спектаклей. В основном русская классика. Самая замечательная новость, что наш театр пригласили в Москву на большой детский международный фестиваль со спектаклям со штангом. Среди зрителей сегодня очень много знакомых лиц, потому что пришли люди, которые действительно любят театр. И особенно любят театр юного зрителя. К новому юбилейному сезону весь коллектив брянского тюза разрабатывал новую программу. Сразу несколько премьерных работ уже скоро покажут зрителям. Мария Селивестрова, Владислав Пескунов. События. Брянск.